Всем привет! С вами я, Лев Дольник. И сегодня я вам буду показывать, что именно делать при зомби-эпокалипсис. Ну, или задавать вам руку. Лучше задавать вам руку. Что вы выберете сейчас? Пистолет. Чтобы убивать зомби. Катану. Или то, что очень хорошо сносит в голову. Ну, именно вставляется в путь. И правильный ответ это катана. Неправильные эти ответы, потому что пистолет, он... Перезаряжать его надо. А если будет в сложной ситуации, то ты ничего не поделаешь. Оружие, в котором вставляется, потому что оно не сможет прорубить голову. Оно только встает с ним. А вот эта катана, она сможет легко, легко рассубить его в половину головы зомби. И он пойдет на обзор. Дальше вопрос. Что если вас укусил зомби? Что нужно сделать? Если он у вас укусил зомби, если он у вас укусил зомби за руку или за ногу, что нужно сделать? Отрезать или руку, или ногу. Залить на это все. Отрезать или оперировать раму. Даю вам время. Ставьте на правильный ответ. И правильный ответ это ответ номер один. Отрез. Потому что за месяц, ты станешь зомби со временем. Оперировать ничего не будет. Я-то уже пошел по твоей стране, и если что, он дойдет до конца. И еще третий вопрос. Куда ты пойдешь? При зомби апокалипсисе. В супермаркет. В бункер. Или к военному. Этот вопрос самый главный. И правильный ответ в бункер. Ну, я думаю, много кто выбрал. И тот, кто выбрал в бункер, тот ставьте лайк. Супермаркет нет. По двум причинам. Первая причина. Это слишком людное место, и там очень много зомби может быть. А второе, то, что там могут быть люди, и они могут вас за зомби воспринять. И еще у войск, потому что они могут напасть и кого-то укусить. А тут укусят еще одного военного, а тут еще одного, а тут еще одного. И так пойдет очень далеко. А в бункере, кроме тебя, никого, может быть, и не будет. Ну, можно еще родных позвать? Но сверху закрывайся, и все. Можно, бывает, выйти разок? Следующий вопрос. Что ты будешь делать, если ты увидел человека, которому нечему помочь? При зомби апокалипсисе. Вообще не трогать его. Помочь ему. Или просто подвести его. Вариант номер один. Правильно. Потому что, эти два варианта можно сразу сказать. Потому что он может быть заражен. И в любой момент может стать зомби. И тоже вопрос про супермаркет. Если вы увидели супермаркет, и там есть человек, вы будете туда захотеть или нет? Да или нет? Ну, человек, у которого автомат или что-то. Давай, время. Время течет. Время течет. Время течет. Даю вам... Теперь я вам даю объяснение. Нет, потому что человек может вас воспринять за зомби. И вам по голове. И последний вопрос. Вы будете... Если вы в месте, где есть люди, и они еще не знают про зомби-апокалипсис, но он скоро туда дойдет, вам можно... Вам... Вы будете просто шкодить, и вас могут посадить в тюрьму с шансом таким. Или вы будете спокойным как человеком, и не будете запасаться оружием. Ну, или... И последний вариант. Или втайне будете запасаться оружием. Ну, вариант и ответ. Вариант один, сто процентов неправильный. Потому что вас могут посадить в тюрьму, а это будет ужасно. Ведь вы будете... В тюрьме вас не будут кормить, и вы умрете с голоду. И еще один вариант. Это просто... Простой и... Ничем не запасаться. Этот вариант тоже неправильный, потому что вас могут заметить. И третий вариант, как понятно, сразу правильный. Потому что... Третий вариант правильный, потому что... Ну, с оружием нужно же запасаться. Запасаться. А и запасами нужно запасаться, чтобы поесть, попить. Потому что третий вариант правильный. И... И на этом наше видео закончено. Всем пока! И еще забыл сказать. Поставьте лайк этому видео. И подпишитесь. А если вы уже подписаны, нажмите на колокольчик. Если... И... Пока! Пока!